Правительство Японии решило слить радиоактивную воду с аварийной АЭС «Фукусима» в море. Как ожидается, официально об этом объявят в течение месяца. Спикер Кабинета министров Японии Кацуно Буката сказал, что правительство постарается утвердить все нюансы как можно скорее. «Мы не можем постоянно откладывать решения по вопросу отработанной воды, чтобы не задерживать процесс остановки атомной электростанции «Фукусима-Доити». Мы активизируем обсуждение внутри правительства. Решение будет своевременным и ответственным». Как сообщает компания-оператор АЭС «Токио Электрик», с момента аварии на станции в 2011 году было собрано уже более миллиона тонн заражённой воды. И это пока одна из самых острых проблем в процессе остановки реакторов, поскольку воду негде хранить. Как ожидается, операция по отключению АЭС и очистке территории может занять десятилетия. Однако общественность снова обратила внимание на проблему на фоне подготовки к Олимпиаде. Спортивное мероприятие состоится в Токио летом следующего года. И некоторые состязания будут проходить менее чем в 60 километрах от АЭС. Между тем, на стадионе Йокогамы проходят тестовые бейсбольные матчи при заполненности трибун на 80%. Так, власти пытаются проверить действенность мер безопасности при COVID-19 на крупных мероприятиях в преддверии игр. Пока допустимая заполняемость на стадионах Японии составляет 50%. Меры включают измерение температуры всем зрителям и установку средств для дезинфекции по территории стадиона. Кроме того, у каждого посетителя берут контактную информацию, чтобы связаться с ним в случае масштабной вспышки. Также посетителей просят меньше кричать и не вставать со своих мест, а между рядов больше не ходят торговцы с закусками и напитками. Если испытания будут успешными, то число зрителей разрешат увеличить всем профессиональным стадионом Японии.